Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать по поводу заработка золотых монет. Да, их можно зарабатывать не только находить там в подземельях с монстров и так далее, можно еще и поднять бабла с перепродажи различных вещей, друзья. Ну что ж, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, друзья, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Смотрите, во время ваших странствий, будь то, я не знаю, подземелья, тролли, прохождение по карте, нахождение сундуков вон в таких вот зданиях, которые вы можете видеть там, в сундуках будут валяться не только монеты, не только перья, луки, стрелы и так далее, там будут еще и различные ништячки. К примеру, янтарь. Если вы видите пометку ценная, вы это можете продать. Берем. Далее. Еще у меня где-то был изумруд или янтарь, что-то красненькое, короче. Так, вот вижу. Рубин. Тоже ценная. Тоже можем продать. Берем. Далее еще я встречал жемчужину. Янтарная жемчужина. Ценная. Тоже можем продать. И пробегаем сейчас быстренько по всем вещам и смотрим, нет ли у нас чего-то еще с пометкой ценная, потому что это можно в дальнейшем продать и получить за это денежку. А на денежку уже купить различные приблуды для себя, друзья. А теперь по поводу продажи. Тут все немножечко сложно. Вам нужно найти торговца. По нему был видос. В моем случае, на моей карте, он находится у меня на стартовом острове, который и так огромный, находится вот в этом месте. Вы можете, конечно, сюда пойти пешком, но... Я вас умоляю. Я воспользуюсь порталом. Не зря же я его ставил. Так, только какой-то я не помню. Вроде вот этот вот. Так, а телепортироваться мы не можем, кстати, да. Это вот проблема порталов. Мы не можем телепортироваться с рудой, с метью и так далее. Теперь, пожалуйста, прыгаем к нашему торговцу и повторяем за мной. Где у вас лично будет торговец? Я не знаю. Но в моем случае, он находится в локации Черный лес и уже довольно тут давно находится и никуда не девается. И да, у него есть защитный купол, который позволяет, так сказать, не бояться по поводу монстриков. Ну вот он с вами здоровается. Поговорить. Привет, Хальдор. И вот кнопочка. Продать. Нажимаем продать. Продается янтарь. Чтобы продать следующий, нужно нажать еще раз. Продается рубин. И дальше. Продается янтарная жемчужина. И мы заработали хоть какие-то, ну, денежки, потому что тут можно купить очень крутые вещи. И это нам будет полезно. В плане поисков ценностей, ребят, тут такое дело. Ну, как я и говорил, в основном это подземелье. Сейчас я вам покажу на примере, как это будет выглядеть и где это будет находиться. Примерно таким образом будет выглядеть вход в подземелье. Заходим. Это у нас погребальные комнаты. Тут у нас будут скелеты. На начальных локациях, вот где вы появляетесь вокруг, там, грубо говоря, здесь монстры будут не сильные. Дальше будут сильнее и так далее. Давайте-ка возьмем факел, которого, конечно же, у меня нет. Ладно, пройдемся так. Тут будут находиться различные монстрики, там, привидения и так далее. И в некоторых местах, в конце вашего пути, будут находиться различные сундуки, в которых будут находиться те или иные вещи ценные. И они могут быть еще раз скиданы вокруг, так что рекомендую смотреть. Также здесь фармятся ядра сунтлингов, грибы вот эти желтые, которые хорошо довольно бустят хп. А вот янтарная жемчужина, пожалуйста. Тут был спот, на котором резались скелеты. И тут янтарная жемчужина, которую я не взял. Интересно. Тут опять-таки еще один сундук. Ну и так далее. Но есть еще места. Сейчас я их вам тоже покажу. Вот вы можете заметить передо мной башню каменную. В них тоже бывают сундуки. Либо наверху, либо когда тут еще подъем с лестницы, а здесь дверь. С этой стороны они будут находиться. Там тоже это имеется. Также заброшенные здания и деревни. В них тоже могут находиться различные сундуки с различным наполнением. Так что исследуйте, бегайте, смотрите, чекайте. В общем, это не так уж и сложно. Если захотите, то у вас получится все. А на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Вальхеем. Включая обзоры, гайдики и прохождение по этой игрушке. Также в описании под видосами будут ссылочки на плейлисты по другим играм. И Light Dangerous, которые я вам рекомендую категорически. Потому что эта игра великолепна и будет только лучше с выходом нового дополнения. Ребята, это просто что-то с чем-то. Плюс у меня по ней дофига гайдов. Больше 250 уже. Также будет ссылочка на Факторию, будет ссылочка на Киберпанк, ну и так далее. Также, ко всему прочему, в описании под видео будут ссылочки на социальные сети. Такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд, сервер и Телеграм-канал, где публикуются информации о выходящих видео. В день их релиза в основном это происходит в данный момент в Дискорде. Потому что очень много видосов выходит в день, потом я их добавлю в основных местах. Также в Телеграме и в Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли скооперироваться, играть вместе с друзьями. В том же самом Вальхейм на сервере, хоть в КС-ку, хоть в Доту, ребят. Так что, welcome. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok